Представьте, перед вами человек, который спокойно моргает, слегка улыбается, поворачивает голову и наблюдает за вами так, будто что-то оценивает. Все бы ничего, но это не человек. Это японский робот. Его лицо покрыто силиконовой кожей, созданной на основе гипоаллергенных материалов, с тщательно проработанными порами и текстурой. Такая поверхность не просто имитирует кожу, так она визуально повторяет структуру человеческого эпидермиса, вплоть до мельчайших складок и естественных дефектов. На создание одного такого лица уходит несколько недель. Инженеры вручную настраивают мимику, зону глаз, подвижность рта и бровей. Системы сервоприводов позволяют точно передавать эмоции, от легкого удивления до недоверия или иронии. Робот не просто моргает, он делает это с задержками и асимметрией, как настоящий человек. Именно такие детали ломают восприятие и заставляют мозг поверить в реальность увиденного. Один из самых ярких примеров – андроид Эрика, разработанный в Японии при участии ученых из университета Осаки. Она выступает на конференциях, может вести диалог и обладает настолько реалистичной мимикой, что на видео ее легко перепутать с актрисой. При этом ее кожа содержит подогрев, создающий ощущение живого тепла, когда кто-то касается ее руки или лица. Подобные разработки активно тестируются в публичных пространствах. Некоторые модели размещают в музеях, в роли администраторов или гидов. Реакция посетителей почти всегда одинакова. Сначала легкий ступор, затем восторг или тревога. Люди не верят, что перед ними машина. Маска робота сегодня уже не выглядит как маска. Это зеркало, в котором отражаемся мы сами. Но если облик пугающе реален, что насчет движений? Где проходит граница между человеком и машиной? Самое пугающее в современных японских роботах не их облик, а то, как они двигаются. Однажды увидев это, уже невозможно забыть. Плавный наклон головы, слаженная походка, жесты с интонацией. Все это больше не фантастика. Это результат десятилетий разработки сложной биомеханики, в которой участвуют десятки сервоприводов, датчиков и управляющих модулей. Возьмем, к примеру, робота CyberOne от китайской Xiaomi. Хотя он не японский, его функции активно сравнивают с японскими аналогами, вроде Asimo или более современной серии Atlas, адаптированной под японский рынок. Эти машины способны подниматься по лестницам, удерживать равновесие при толчке, двигать предметы и даже танцевать. Но главное, они делают это с подражательной точностью, имитируя работу человеческих суставов и мышц. Японская компания Honda в свое время задала темп с проектом Asimo. Позже появились более продвинутые платформы, такие как HRP5P от IST. Этот гуманоид способен поднимать тяжелые конструкции, работать с инструментами и самостоятельно адаптироваться к изменяющимся условиям. Его движения уже не кажутся роботизированными. Они наполнены внутренней логикой. Все это стало возможным благодаря использованию линейных приводов, которые имитируют сокращение мышц. Они обеспечивают плавность и точность, что особенно важно для задач, где от робота требуется не просто сила, но и деликатность. Например, поднять стеклянную чашку и поставить ее на стол, не разбив. Сейчас инженеры учат роботов падать, чтобы те могли подниматься без помощи человека. Машины осваивают технику переката, амортизацию удара и поворот тела. Это не просто трюки, это основа их будущего выживания в человеческой среде. Ведь чем естественнее они двигаются, тем меньше вероятность, что человек воспримет их как угрозу. Но одно дело двигаться, совсем другое понимать. Современные роботы в Японии обучаются не только двигаться и говорить, но и улавливать тонкие эмоциональные сигналы человека. Представьте себе машину, которая не просто слышит ваш голос, но понимает, что вы расстроены, раздражены или наоборот радуетесь. Такие технологии уже активно внедряются в моделях, созданных для работы с людьми. Особенно в сфере здравоохранения и сервиса. Ключевой проект – это робот Pepper от компании SoftBank Robotics. Он оснащен множеством камер и микрофонов, которые анализируют интонацию речи, выражение лица и даже движение глаз собеседника. На основе этих данных он делает вывод о настроении человека и адаптирует свое поведение. Если вы грустите, он попытается вас развеселить. Если сердитесь, станет вести себя осторожнее. Система работает на основе искусственного интеллекта, обученного на тысячах реальных взаимодействий. Каждый эмоциональный сигнал переводится в набор параметров. Скорость речи, громкость, выражение глаз и рта. Робот может не просто выдать фразу, но и подать ее соответствующим тоном и мимикой. Это создает иллюзию понимания, хотя внутри холодный алгоритм. Японские ученые даже экспериментируют с системами сопереживания. В университетах Киото и разрабатываются модели, способные распознавать не только базовые эмоции, но и более сложные состояния – тревожность, смущение, неуверенность. В этом участвуют нейросетевые модели, аналогичные тем, что применяются в психотерапии. Именно такие роботы все чаще тестируются в роли ассистентов для пожилых людей, людей с аутизмом и пациентов в реабилитационных центрах. Потому что они не просто понимают, что чувствует человек. Они реагируют мягко, стабильно и без раздражения. Все это звучит вдохновляюще. Но что будет, если эти машины станут не только понимать, но и жить рядом с нами? Представьте, что вы просыпаетесь утром, а вас уже ждет свежезаваренный кофе, поглаженная рубашка и голос, который напоминает о встрече. Это не фантастика, а направление, которое активно развивает Япония – бытовые гуманоидные ассистенты. Их создают, чтобы помогать в повседневной жизни, облегчать быт и поддерживать людей в возрасте. Одной из самых заметных разработок в этой сфере стал робот Care Support Robot от Toyota. Он умеет поднимать человека с постели, помогать при ходьбе и даже переносить предметы. Его задача – стать физическим помощником там, где обычная техника не справляется. Благодаря множеству сенсоров и точной подстройке под движение тела, он безопасен в обращении и достаточно чувствителен, чтобы не причинить вреда. Похожую идею реализует компания ZMP, создавая роботов-курьеров и помощников для больниц. Они ездят по заранее заданному маршруту, объезжают препятствия и доставляют нужные вещи. В одном из госпиталей Токио такие роботы работают в ночную смену, заменяя персонал в рутинных задачах. Есть и более социальные версии. Например, робот Lovod, созданный для эмоциональной поддержки. Он не выполняет тяжелую работу, но реагирует на прикосновения, следит за вами глазами, просится на руки и помогает справляться с одиночеством. Особенно популярен среди пожилых людей. Все это активно внедряется не только в клиниках, но и в частных домах. Компактные модели становятся полноценной частью семьи. Следят за режимом приема лекарств, подсказывают рецепты, напоминают о важных делах. Некоторые из них уже интегрированы с умными домами и могут управлять светом, климатом, замками и бытовой техникой. Кажется, мы стоим у черты, когда фраза «робот в каждом доме» перестает быть шуткой. Но ведь такие помощники могут не только подавать кофе. В Японии, где старение населением и нехватка рабочей силы стали настоящими вызовами, роботы все чаще становятся не просто экспериментом, а рабочей единицей. И речь не только о домашних помощниках. В ресторанах, на заводах, в отелях. Машины все активнее берут на себя повседневную рутину. Они не устают, не требуют обеда и не уходят в отпуск. В кафе в Токио уже несколько лет тестируют роботов-официантов, которыми дистанционно управляют люди с ограниченными возможностями. Роботы передвигаются по залу, принимают заказы и даже улыбаются гостям. Для клиента это интересный опыт, для оператора – возможность работать, не покидая дома. Компания Kawasaki разработала модель Friends Robot для взаимодействия в офисах и на производстве. Он передвигается по этажам, распознает сотрудников, может доставить документы или инструменты. Он подстраивается под график офиса и взаимодействует с другими устройствами через сеть. А вот робот HPR-5P, разработанный Национальным институтом передовой промышленной науки и технологий Японии, предназначен для работы в строительстве. Он способен самостоятельно брать гипсокартон, крепить его к стене и адаптироваться к изменениям на строительной площадке. Эти технологии не просто прототипы. Они уже внедряются в пилотные проекты и обслуживают реальные объекты. Больше всего таких роботов работает на складах и логистических центрах. Они сортируют товары, подвозят грузы и взаимодействуют с автоматизированными линиями. В условиях нехватки персонала такие решения позволяют бизнесу не останавливаться. В некоторых отелях роботы работают администраторами, в супермаркетах, сортировщиками. Их главное преимущество – стабильность. Нет опозданий, нет ошибок от усталости. Но кто же тогда управляет всеми этими машинами? Или они действительно все делают сами? Современные японские роботы могут двигаться, говорить и даже распознавать эмоции. Но за внешним совершенством часто скрывается один интересный элемент – человек. В некоторых системах до сих пор активно используется технология телеприсутствия, когда оператор управляет роботом дистанционно, буквально вселяясь в его тело. И это не просто джойстик, а полноценный интерфейс, передающий движения, голос и иногда даже тактильные ощущения. Один из наиболее впечатляющих примеров – проект Avatar X от японской компании Telesar и университета Keio. С помощью этой технологии оператор может надеть специальный костюм, оснащенный сенсорами, и повторять движения, которые сразу же отображаются в теле робота. При этом человек видит глазами машины, слышит через ее микрофоны и даже чувствует прикосновения благодаря системе обратной связи. Это позволяет буквально оказаться в другом месте, не выходя из дома. Другой интересный проект – роботы Ори Хаймы от компании Orilab. Они применяются, например, в школах и офисах, где вместо физического присутствия человек может дистанционно посетить урок или встречу, управляя небольшим гуманоидом с камерой, микрофоном и динамиком. Такие технологии стали настоящим прорывом для людей с ограниченными возможностями, позволяя им участвовать в жизни общества. Все чаще такие системы находят применение в медицине. Роботы телеприсутствия помогают врачам консультировать пациентов удаленно, наблюдать за состоянием больных и даже проводить осмотры. В условиях эпидемии или в отдаленных районах это оказывается особенно полезным. Телеприсутствие – это переходный этап между автономией и контролем. Пока роботы не способны полностью действовать самостоятельно во всех ситуациях, человек продолжает выполнять роль пилота. Но с каждым годом уровень автономности растет, а количество вмешательств человека снижается. Интересно, что будет, когда машины научатся обходиться совсем без нас? Возможно, стоит оглянуться назад и понять, как Япония вообще пришла к идее создавать таких роботов. Япония не просто так оказалась на передовой робототехнике. Эта страна начала разрабатывать человекоподобных роботов задолго до того, как это стало трендом в мире. Еще в начале 70-х годов в университете Васеда появился первый полноценный гуманоид под названием VABOT-1. Это был не просто манекен с сервомоторами. У него были руки, ноги и даже примитивная система зрения. Он мог играть на органе, и это более полувека назад. Позже появлялись все более продвинутые модели. В 90-х годах компания Honda разработала проект P2, который затем превратился в знаменитого Asimo. Этот маленький гуманоид стал настоящей иконой робототехники. Он мог ходить, бегать, танцевать и разговаривать. Его показывали по телевизору, он встречал гостей в штаб-квартире компании и даже участвовал в церемониях. В 2000-е годы эстафету подхватили лаборатории университетов Осаки, Токио и Ногои. Одним из знаковых проектов стала Эрик. Андроид, разработанный для ведения новостей. Ее лицо прорабатывалось как художественная скульптура, а голос синтезировался с интонациями и паузами, как у настоящей дикторши. Параллельно развивалась серия Charpy, роботов, способных поднимать грузы, работать на стройках и в опасных условиях. Их создавал Национальный институт промышленной науки и технологий Японии. HRP-5P – одна из последних моделей. Умеет самостоятельно выполнять строительные задачи, используя инструменты и адаптироваться к меняющейся среде. Японцы с самого начала ставили акцент на гуманоидах – машинах, максимально приближенных к человеку. Это связано не только с технологическими амбициями, но и с культурными особенностями. В японской мифологии и философии техника не противопоставляется человеку, а дополняет его. Робот – не враг, а помощник. Но даже у таких помощников бывают сбои. Что, если идеально выглядящая машина вдруг начинает вести себя не так? Роботы уже не просто инструменты. Они становятся участниками процессов, в которых раньше участвовали только люди. И именно здесь возникает главный вопрос – кто контролирует поведение машин? В Японии, где технологии глубоко интегрированы в общество, эта тема особенно остра. Ответ на нее определяет не только будущее конкретной страны, но и всей цивилизации. Большинство современных человекоподобных роботов управляются программным обеспечением, созданным корпорациями. Это значит, что ключевые алгоритмы и параметры работы определяются не государством и не пользователем, а инженерами и бизнесом. Компании вроде SoftBank, Toyota или Hitachi создают архитектуру поведения роботов, включая, например, приоритет задач или способы реагирования на конфликтные ситуации. Вопрос в том, кто несет ответственность, если робот ошибается, если ассистент причинил вред человеку. Кто виноват? Создатель, оператор, программист или сама система? Пока что эти вопросы решаются в рамках действующих законов, которые не всегда успевают за развитием технологий. Кроме того, в Японии все чаще звучат опасения по поводу приватности. Роботы, особенно те, что живут в доме, собирают массу данных о поведении, эмоциях, разговорах и привычках пользователей. Эти данные обрабатываются и могут быть использованы не только для адаптации, но и в коммерческих целях. Некоторые специалисты предлагают ввести понятие роботической лицензии, налог водительских прав для тех, кто управляет или настраивает гуманоидов. Также обсуждается создание специальных агентств по сертификации роботов с доступом к критическим функциям. Таким образом, вопрос контроля – это не просто технический аспект. Это этический и политический выбор. Кнопка, запускающая робота, в будущем может оказаться рычагом, влияющим на безопасность, экономику и личную жизнь миллионов людей. Заканчивая этот путь по миру японских роботов, становится ясно – мы стоим у черты, за которой технологии перестают быть только инструментом и становятся полноценными участниками жизни. Осталось решить, кто будет у них за спиной – человек или система.